Через 200 метров ваше местоназначение будет слева. Ваше местоназначение находится слева. Ребят, привет! Вы на канале Уприходько, и сегодня мы приехали вот сюда. Это будет дегустация сыров. Мы в Италии находимся в Тоскане. Давайте посмотрим, что нам сегодня предоставят местные сыроделы и как это всё на вкус. Компания Кугуси была создана в 60-х годах благодаря соединению двух семей и их поиску идей в использовании домашних продуктов. Компания использует молоко собственного производства и содержит овец, пастбище которых простирается аж на 200 гектар исключительно на территории Вальдорчи. Для поддержания гомогенного запаха молока пастбище густо засеяны полынью и другими специальными сортами трав. Зацените только этот панорамный вид. Вот она, Тосканушка, друзья! Место для пикника, где в хорошую погоду проводятся дегустации на свежем воздухе. В 4 часа утра состоится первое доение овец. В 6 часов утра при температуре в 37 градусов Цельсия в молоко добавляются натуральные молочные ферменты. Полученный таким образом творог разрезается на большие куски для хранения сыра в свежем и кремообразном состоянии и на мелкие кусочки для выдержанного сыра. Для приготовления рикотты из молока особым образом собирают творожную сыворотку и доводят ее до температуры в 82 градуса Цельсия. После остывания до нормальной температуры свежая рикотта готова к продаже. Завершающим и важным этапом при приготовлении пекорино фреско является соление, которое производится вручную для каждой головки сыра, после чего сыр замачивают в воде на 24 часа. Для более выдержанных сыров время замачивания увеличивается до 36 часов. Свежий сыр готов через 15 дней после производства. За это время его корочка становится желтой, либо же ее обрабатывают натуральной томатной консервой, и тогда на прилавок она поступает красной. Для твердого сыра необходим период созревания в как минимум 7 месяцев. Такой сыр характеризуется темной кожицей. Вкусно. Какой он, сладкий, соленый? Сладко-соленый. Мягкий? Очень. С чем бы ты его ел? Супересини туринези. Супересини. 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 В огромном горшке лежит вот такой припыленный сыр. Я думаю, что это сыр, который хранится в золе. Для натурального хранения используются античные методы. Сыры 5-6 месяцев кладут в большие глиняные бочки вместе с листьями ореха, собранными и высушенными непосредственно перед применением. Похожий метод натурального хранения это сыр под золой или под отрубями. После того, как мы попробовали различные сыры, мы узнали, что вот этот твердый сыр очень выдержанный получил мировую премию среди выдержанных сыров твердых. Пробуйте, приезжайте, уберите вкусный сыр. Одна головка готового сыра весит в среднем 10 килограмм. Заказывать продукты даже можно на дом. Маленькая баночка варенья из клубники, сладкое варенье из помидоров. Эта маленькая упаковочка стоит 2 евро 80. Также есть маленькие упаковочки меда. Биологический мед с холмов Тосканы. Зацените мою покупочку сыров. Это у меня качотта фреско, свежая качотта, сыр типа бри и сыр, который занял первое место в номинации среди твердых сыров первое место в мире. Вот марка, можете почитать про нее в интернете, кому интересно. И если будете в Италии, покупайте. А вот мой чек, во сколько мне обошлась вся эта покупка. Ребятушки, приятного аппетита! Я кушать!